Двигатели внутреннего сгорания Двигатели внутреннего сгорания обладают высокой экономичностью, надежностью, долговечностью и мобильностью. Они находят применение во всех отраслях народного хозяйства и являются источником энергии для большинства транспортных средств. В двигателях внутреннего сгорания преобразование химической энергии в механическую осуществляется в результате сгорания топлива непосредственно в цилиндрах двигателя. В связи с бурным развитием автомобильного транспорта распространение получил простой и надежный карбюраторный двигатель. В таком двигателе для образования топливо-воздушной смеси применяется карбюратор. По принципу действия карбюратор близок к пульверизатору. В карбюраторе капли топлива перемешиваются с воздухом и образуют топливо-воздушную смесь. В смеси образований участвует и пленка топлива, оседающего на стенках впускного трубопровода. При избытке воздуха получается обедненная, а при недостатке обогащенная смесь. От количества воздуха зависит состав продуктов сгорания. Коэффициент избытка воздуха может меняться в узких пределах. Современные карбюраторы разнообразны и сложны. Их конструкции определяют экономичность работы и токсичность отработавших газов двигателей. Действительный цикл работы карбюраторного двигателя осуществляется за 4 такта и 2 оборота коленчатого вала. Воспламенение смеси вызывается электрическим разрядом в виде принудительного зажигания от запальной свечи. Мощный первичный импульс воспламенения возникает в искровом промежутке свечи. Турбулентное пламя распространяется по всему объему камеры практически до полного выгорания смеси. В первой фазе формируется начальный очаг воспламенения. Во второй распространяется фронт турбулентного пламени. Третья фаза догорание. При нормальном течении процесса фронт пламени распространяется по камере с дозвуковыми скоростями. При сгорании топлива в карбюраторных двигателях скорость выделения тепла, как правило, имеет только один максимум. Одним из наиболее типичных нарушений работы двигателя является детонация. Она проявляется в падении мощности и появлении высокого вибрирующего стука в цилиндрах. Возникает она как преждевременное самовоспламенение смеси, уже прошедшей физико-химическую подготовку к сгоранию в виде очагов до подхода основного фронта пламени. Волны детонации распространяются со сверхзвуковой скоростью. При детонации возникают ударные волны большой разрушительной силы. Могут обгореть и разрушиться кромки поршней, компрессионные кольца, вкладыши, запальные свечи, клапаны. Чаще всего детонация возникает при использовании бензина с пониженным октановым числом. Октановое число является качественным признаком бензина и характеризует его стойкость против детонации. Октановое число определяется путем подбора эквивалентной смеси эталонного топлива. Из-за октана, чья стойкость против детонации принимается за 100 единиц, и энгептана, стойкость которого ноль. Перед проверкой горючего на специальной установке программируется опережение зажигания и степень сжатия по условиям эксплуатации. Октановое число определяется по процентному содержанию изооктана в объеме эталонного топлива. Современные автомобили с высокофорсированными двигателями должны эксплуатироваться только на бензинах с высоким октановым числом. Самым массовым, однако, продолжает оставаться среднефорсированный двигатель, требующий топлива со средним октановым числом. Работа над новой моделью автомобиля привела к принципиально новому карбюраторному двигателю с фаркамерно-факельным воспламенением. Новым здесь является дополнительная фаркамера с обогащенной топливной смесью. В основной камере смесь обедненная. В момент воспламенения пламя из фаркамеры распространяется на обедненную смесь, которая сгорает полностью. Новый двигатель малотоксичен. В его выхлопе почти отсутствует окись углерода. Этим двигателем оснащен автомобиль «Волга-ГАЗ-3102». Испытания этого автомобиля показывают, что возможности карбюраторных двигателей еще далеко не исчерпаны. Другой разновидностью двигателя внутреннего сгорания является дизель. Этот двигатель имеет самую высокую экономичность среди всех тепловых двигателей. Он широко распространен во многих областях народного хозяйства, транспорта, энергетики. Работа дизеля основана на принципе самовоспламенения топлива в среде сжатого воздуха. Условия для этого возникают в камере сгорания, когда температура и давление достигают заданных параметров. Впрыск топлива в камеру сгорания вызывает самовоспламенение смеси. Перед вами кинокадры, снятые внутри цилиндра двигателя. Началось сжатие. Впрыск. Идет сгорание и расширение. Выпуск. Засасывается воздух. Идет сжатие. Впрыск. Давление расширяющихся газов движет поршень вниз. А теперь происходит выброс отработавших газов. В отличие от бензина, дизельное топливо характеризуется способностью к самовоспламенению и определяется цитановым числом. Его находят путем сопоставления топлива с эталонной смесью цитана и альфа-метилнафталина. Топливо в дизеле распыливается форширом. По принципу работы топливная форсунка напоминает фонтан. При достаточном напоре в струе жидкости возникает гидродинамическая пульсация и струя распадается на капли. Распыливание топлива происходит под высоким давлением в виде отдельных импульсов или впрысков. При впрыске образуются капли различных размеров. Повышение давления ведет к образованию более мелких капель топлива. Каждому давлению впрыска соответствует своя характеристика распыливания. Дозированный впрыск капель топлива образует так называемый факел. При впрыске топлива в камеру сгорания в условиях противодавления размеры факела сокращаются. Это можно наблюдать с помощью стробоскопа. При впрыске каждая отдельная капля, встречая плотную газовую среду, быстро теряет запас кинетической энергии. Аэродинамический след снижает сопротивление движению последующих капель. Капли, составляющие фронт факела, непрерывно получают количество движения от капель, движущихся в шлейфе. Это приводит к движению факела. Баллистика развития факела в камере сгорания изучается с помощью современной исследовательской техники. Высокоскоростная съемка позволяет наблюдать впрыск топлива в условиях противодавления. Эта установка способна развить скорость съемки до миллиона кадров в секунду. Подсветкой служат лучи лазера. Высокоскоростная съемка позволяет в замедленном темпе наблюдать все фазы смеси образования и сгорания. Изучению геометрии развития факела во времени и пространстве способствует универсальная исследовательская голографическая установка. С помощью голографии можно расшифровать структуру факела для построения математической модели. Первую фазу горения или период задержки воспламенения принято считать от начала впрыска топлива. Во фронтальной зоне идет интенсивный теплообмен и испарение топлива. Пониженное давление в зоне аэродинамического следа стимулирует подсасывание воздуха и образование топлива воздушной смеси. В этой первой фазе происходит саморазгон химических реакций. Энергия активации нарастает. В некоторой зоне температур воспламенению предшествует образование холодного пламени. Во второй фазе осуществляется кинетическое сгорание топлива, протекает цепная химическая реакция, выделяется большое количество тепла, возрастает давление. Третья фаза горения начинается в момент достижения максимума давления и завершается в момент максимума температуры. Скорость выделения тепла имеет два максимума, кинетический и диффузионный. Четвертая фаза догорание. В процессе горения углеводороды топлива частично разлагаются на активные радикалы. Они могут объединяться в углеродные цепи. Когда цепочечная углеродная структура достигнет критического размера, из газовой фазы начинается рост зародышей твердой фазы, сажевых частиц. Выделение сажи и токсичных газов загрязняет атмосферу. Поэтому нарушения смеси образования и сгорания в двигателях решительно пресекаются органами государственной автоинспекции. В камере сгорания карбюраторного двигателя сажа почти не образуется. Однако продукты сгорания бензина содержат токсичные окислы азота и углерода, а также неразложившиеся углеводороды. Хорошее техническое состояние двигателя и правильная его регулировка позволяет ограничивать токсичность. Поиски новых источников энергии продолжаются. Сжиженный газ, как малотоксичное топливо для автомобилей, получает все большее признание. В стадии реальных испытаний находится принципиально новый вид смеси образования, в основе которого наименее токсичное топливо водород. Научные исследования ведутся по многим направлениям. Предполагается использовать спирты, газ, метан, синтетическое горючее. В обозримом будущем двигатель внутреннего сгорания сохранит свое ведущее положение в энергетике. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ